Покрытая высокой прошлогодней сухой травой борозда у самого села Воскресенки проглотила «Ничего, ребя, пусть подойдут, здесь они не ожидают нас встретить, с фланга им захотелось ударить, а подкреплений-то они и не подумали, как ближе подойдут, так я скомандую, передай по цепи, чтобы ждали команду». Шептом прокатился по цепи приказ начальника и сразу замерла борозда. Это Алексей Ягунов о записке старого комсомольца. Возвращаемся в год 1918. Мы теперь панихиды правим, с пышной щедростью ладан жжем, рядом с образом свечи ставим, на поминки царя идем. Впереди от постоянного приседания прыгали фигуры чехов. Вот они подошли так близко, что уже можно было даже разглядеть лица. «Огонь!» – скомандовал начальник отряда. В изумлении передвигающиеся фигуры встали на мгновение и с винтовками наперевес бросились вперед. Но ураганный огонь с нашей стороны, подкрепленный пулеметами, отбросил неприятеля назад. Беспорядочно прячась, чехи начали отступать. Наступление было отбито. Почему-то артиллерийский огонь бил уже не по кряжу, а перенесся влево и слился с треском винтовок и пулеметов. А потом стрельба стихла и там. Убитых или раненых нет, справился в цепи начальник отряда. «Наших нет. А их, вон смотри, сколько! Зарыть бы! Они тебе зароют! Ты думаешь, они совсем ушли? Нет, брат, шалишь! Ты только вылези! Они еще покажут себя!» Часа два лежали спокойно. Неприятель молчал. Молчали и мы тоже. Вот из-под бугра вынырнул постный для связи матрос. И тогда все расшевелились. Ну что, братишки, сжиманули, и мы тоже напарились. Некоторым пришлось вручную сходить. Если бы не артиллерия, мы бы их всех угробили. Весело, сказал матрос. Начальник разрешил по очереди уходить за бугор, а размять кости. Закурить, как выражались некоторые. Вставали, потягивались после неудобной борозды. Татьянка стерба разлилась. Волга разлилась. Кругом вода. Шире позиции не найти. Но он пристрелялся и давая крыть. Смотрим, жарко ведь. Потом решили переменить место на перевес и на уру. Ха, эш, азиаты, вставил старичок, раскуривая трубку. Ну, оттеснили их, а потом они опять на нас. Ловко, ловко. А сколько же вас-то? О, брат, нас-то хватит. На рассвете, бросив финтовку, среди кучки зрителей, я бегал по городу. На одной из улиц, неподалеку от соборных садиков, мне встретился автомобиль, шофер которого, не зная об исходе боя, гнал к Самарке. Лента на его груди развивалась от быстрого хода машины. «Товарищ в городе Чехе!» крикнул я ему, «Я тебе, чертенок!» Весело пригрозил мне шофер и не остановил машины. Но, доехав до соборных садов, он увидел здесь чужие формы. Схватил револьвер и выстрелил. В ответ на его выстрел сейчас же раздался другой. Шофер упал и, обливаясь кровью, остановил машину уже на асфальте предсмертным дерганием руки. В соборных садах, изрешченные пулями и сколотые штыками, лежали трупы. Трупы лежали на всех улицах города. А в это время буржуа в белоснежных нарядах с букетами цветов встречали освободителей. Дамы скалили зубки, делали глазки и на разрыв приглашали чехов откушать. «Господа, господа, во дворе большевик, он вооружен, это безобразие!» волновался чиновник, подскочив кучки офицеров и солдат. Барышни ахнули. «Спокойно, за мной!» скомандовал безусый поручик. «Ваше превосходительство, будьте осторожны!» пропищал тонкий женский голос. «Не беспокойтесь, мадемуазель!» успокоил барышню поручик. Забежав во двор, победители открыли ураганный огонь по большевику. А когда он упал, обшарили все его карманы и ничего не нашли. Убитый лежал в луже крови, а рядом с ним валялись кисец с табаком и намокшая в крови сумка с хлебом. Зрители собирались, как мухи на мед, плевали в лицо убитому большевику и пинали его ногами. Как он его! Бац! И готово! Из садов снова вспыхнула перестрелка. Спрятавшийся в сторожке красногвардеец упорно отстреливался до конца, принимая на себя целые десятки пуль. Потом он замолчал. Чехи стремительно бросились к сторожке. Красногвардеец прыгнул с окна, залил кровью сталь и мешком повис на штыках. Чехи долго и со стервенением кололи его, а когда уже все тело было из урона в куски, они дали по пинку в разбитой голове и пошли капать с штабов кровью. Вскоре заработала контрразведка. По спискам забирали из квартир и на автомобилях везли сперва в штабразведке, а потом за железнодорожный мост к дамбе. И там расстреливали. Вечером к нашему двору внезапно подкатили два автомобиля и весь квартал был оцеплен. Только что я вернулся домой за хлебом для отца, который скрывался за Татьянкой вместе с другими товарищами. «Говори, что ничего не знаешь», успел шепнуть я матери и нырнул под кровать, завалив себя ящиком с тяжелым столярным инструментом. Тут же я услышал топот чехов в зале и говор офицера. «Ну-с, говорите, где у вас муж?» «Да смотрите, отвечайте только правду, иначе заставлю вас выпороть». «Нет его, ваше благородие, уж неделю, ни слуху, ни духу. Врешь, мерзавка, я тебя заставлю говорить правду, ваше благородие, да пусть меня бог покарает, если я вру». «Я тебе развяжу язык», закричал офицер и бросился с плеткой к матери, но дорогу ему перегородила сестренка. «Не смейте, я буду жаловаться». «Прочь, молокососка!» офицер дал сестренке звонкую оплеуху, и она с выбитым зубом отлетела в сторону, а после обхватила ноги офицеру и стала умолять его пожалеть их с матерью. Потом вдруг все смолкло, и я решился немного выглянуть из-под нависшего одеяла. Чехи стояли, сверкая глазами и раздув ноздри от гнева. Они вперели свои винтовки в грудь офицеру, а наган в его руке так и остался висеть в воздухе. Зубы офицера выбивали частую дробь. Один из чехов вырвал наган из рук офицера и положил его в его же кобуру, а потом спокойно заметил, если русский солдат такой свинья, то чех не позволит такой безобразий. Бить маленький точка стыдно. Какой она большевик! Еще через некоторое время чехи начали обыск. Отворотив одеяло, волосатые руки схватили сундук, за которым я прятался, и попытались вытащить его из-под кровати. Инстинктивно схватившись за запор, я придерживал сундук, и, несмотря на усилие солдата, он не поддался ни на вершок, так как, кроме того, был очень тяжел. Фью, какой тяжесть! А черт с ним, скажем, смотрели, все! Оставив сундук, они начали рыться в шкафах, на кухне, потом было слышно, как по лезвию на подловку. Я дождался, когда они прошли в ворота, выскочил из ямы и скрылся в темноте. Потом, поздно вечером за чаем, мать рассказала мне, как перед нашими окнами расстреливали комиссара Кондакова. Побери его, миленького, бледный весь, поставили к забору и пац! Разрывные им стреляли, всего изуродовали, ставила сестра. Болтали золото у него на миллион. Это кто говорил? Торговцы с базара толковали. То-то и оно, что торговцы. Не верь ты этому, про отца бы тоже сказали. Знаем эти песни. Дескать, все большевики жулики. Меж тем, буржуазия день за днем давала балы для офицерства. Пили шампанское и произносили победные тосты. Но слухи, которые день ото дня доходили до города, становились все более и более тревожными. И вот наконец, когда в Самаре стало известно, что взята Сызрань, белогвардейцы просто сошли с ума. Началась эвакуация. Железнодорожники первыми передали по заводам, что белогвардейцы взорвали Сызранский мост. Ну, гайка белым решили рабочие. Раз мост взорвали, значит, думают удирать серьезно. А мы-то что же здесь бездействуем, говорили мужики. Порывстый ветер все чаще доносил до Самары отдаленный гул канонады. Регулярные части Красной Армии ближе и ближе подходили к городу. Молодые офицеры, которые еще совсем недавно пили шампанское и клялись защищать своих хозяев. Вышвыривали их теперь за шиворот из переполненных вагонов. Наконец, белые взорвали мост через Самарку и как бешеные все утро носились по городу. Меткий огонь вытеснил их со станции и последний эшелон ушел с расщепленными вагонами. Кавалерия, выбитая шрапнелью с вокзальной площади, тоже рассеялась по Самарским площадям и улицам. А когда солнце стало клониться к закату, в город ворвалась красная разведка. Это был Алексей Ягунов. Записки Старого Комсомольца Год 1918 И один ли одно ли имя жертва страшных нетопырей? Нет, давно мы ночами злыми убивали своих царей. С вами был Михаил Перепелкин. Продолжение следует...